Давайте лучше сейчас посмотрим выдающееся видео, потому что, значит, это НТВ, страшно сказать, где я работал, там у них язык заплетается, они там между собой уже начали такие вещи. Я сейчас скажу предысторию, они обсуждают, сравнивают нынешнее время с 45-м годом в Германии. Они, видимо, пытаются рассказать нам, что это в Украине сейчас ситуация, как в 45-м году в Германии. Они не понимают, что мы все смотрим другими глазами. Мы сравниваем сейчас в России, какой год на дворе, да? 43-й или 45-й? И весь мир сравнивает Путина с Гитлером и думает, когда там в бункере его прибьют или задушат. Но давайте посмотрим, какие у них там разборки на НТВ. Включайте нам пропаганду. Тогда советские войска, Красная Армия уже стояла в Берлине. Там люди сражались до последнего. Особенно французы. Фолькштурм, Гидар, Юген, да, они все сражались. Во-первых, почему? Почему? Это что? Это не истощение мобилизационного ресурса? И скажите мне, пожалуйста, а что с этими ненавидящими врага немцами пожилыми и маленькими стало числа 13 мая? Они продолжали свое ожесточенное сопротивление? Или быстро они стали мирными играми? Когда гитлеровский режим пала, они пригодились сопротивления? Мы не забыли, сколько миллионов красноармейцев погибло. И что? И что? Вы хотите сказать, что мы о наших солдатах не думаем, с казаховым? И работаем по принципу, кого там, кому это приписывают? Жукову. Бабы нарожают, закидаем трупаками Виктор Жизеевич. Вы вообще слышите, что вы говорите? Если вообще это произойдет, это очень легко. Вы слышите, что вы говорите? То, что вы сейчас делаете, это называется просто вот самая откровенная и непорядочная, извините, демагогия. Лукавство. Это право. Это правда. Мы не на грани взятия Киева. Киевский режим не на грани поделить. Одна цифра. Одна цифра. На 9 мая 1945 года в Германии было 60 миллионов. В каком году мы возьмем Киев? В каком году мы возьмем Киев? 60 миллионов. Александр, по-моему, в каком году мы возьмем Киев? Мощно, правда? Киев они не возьмут. Я, Глеб Палентинович, я каждый день все это смотрю. Вы мне все показываете. Я же медиакритик. Я готовлю. У меня сегодня вечером в 22.00 будет 10-й, очередной, там, 125-й выпуск программы «Медиафрения», который состоит из всего этого. Я в этом просто нахожусь постоянно. Поэтому, что вы мне рассказываете? Там такое, там такой бред бывает. Такое, ну, Норкин это еще, так сказать, скажем так, это еще, на самом деле НТВ это действительно гадкое явление. Но Норкин это по сравнению с Соловьевым, с 60 минутами, это просто ангел. Там еще снизу бесогон ТВ стучит. Это Никита Сергеевич Михалков по ночам на старости лет чертей гоняет в телевизоре в российском. Так что там много всего хорошего можно увидеть. Они действительно сошли с ума. Они действительно отравились собственным продуктом. Ведь вся эта... В чем особенность вот этой вот современной российского явления, которую ошибочно называют пропагандой? Никакая это не пропаганда. Пропаганда это продвижение какой-то идеологии. Здесь ни черта никакой идеологии нет. Есть просто ненависть и, так сказать, дебилизация населения. Вот они вот это все, вот это вот все производят. Потом это все упаковывается. Откуда это все берется? Это берется, на самом деле, импульс всему этому дает Путин. Своими заявлениями, своими выступлениями. Потом это все, вся эта жвачка попадает в рот вот этим вот людям, которые вы сейчас показали. Они все это, все это, так сказать, пережевывают, переваривают и выдают этот самый вторичный продукт. Этот продукт, спецслужбы, ФСО, ФСБ, они его превращают в папочки такие аккуратненькие, сухими словами все это излагают и дают на стол Путину. Путин опять это все выплевывает в своем очередном выступлении, обращении к народу. А вот эти вот ребята, которых вы показали, они это все начинают опять переваривать. Это называется круговорот информационного дерьма в российском телевизоре, в котором участвуют Путин, участвуют российские политики. И все это, все это вот крутится вот так вот по кругу. Вот такое производство. Плюс к этому еще отдельное. То есть вот это вот, вот то, что вы показали, это для аудитории, ну, примерно 50+. А есть еще отдельное производство для аудитории, там, 14+. Это вот, значит, такая фабрика фейков, которая существует для интернета. Это вот для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Это то, что вы показали для телезрителей. А есть другая совершенно структура, которая работает на молодежь, на интернет. Фабрика фейков. Диалог называется. Так что тут, на самом деле, когда сравнивают, там, со сталинской или с гебберской пропагандой, то вот то, что мы сегодня имеем в России, это на порядок, на порядок более серьезное, более тяжелое. Это соотношение между современной вот этой вот российской информационной машиной и, скажем, гебберской пропагандой, это примерно как соотношение между, там, Шмайсером и современной атомной ракетой. То есть нынешняя, ну, нынешняя путинская информационная машина, она гораздо эффективнее, гораздо бронебойнее и гораздо страшнее, чем то, что сделали, там, гебберсы или, там, значит, пропагандисты сталинской эпохи. Но обратите внимание, сегодня же у нас годовщина могилизации знаменитой, да, и вот что эти ребята обсуждают, они обсуждают, у кого мобилизационный ресурс закончится быстрее. И, типа, они пытаются, так сказать, донести мысль, что вот в Украине будут проблемы, потому что как будто бы страна маленькая. И вот этот собеседник Норкина, молодой парень, который, в общем, говорит, да я вам правду говорю, какой нафиг мобилизационный ресурс закончится в Украине, вы в своем уме? Там, 40 миллионов человек, да неважно, кто там уехал, кто спасается, все равно, народу хватает точно, и не парьтесь вы, и не думайте вы об этом. Но при этом они выйти как зарапортовались между собой, мне вот это забавно. Видимо, вы к этому привыкли, а я прям редко их смотрю. Ну как, откуда я это узнаю? Я узнаю это из украинских каналов, телеграм-каналов и так далее. Когда происходит вот такой вот там мощный, так сказать, какой-то у них клинч, то тут я и увидел, увидел. Просто не могу, если честно, их видеть, не могу эти рожи видеть. Пока мне вот такую вот классную штуку не покажут, я сам по собственной воле, как вы, вы себя заставляете? Нет, это объект исследования. Понимаете, ну есть люди, которые изучают, там, я не знаю, пауков, есть люди, которые изучают глистов, там, каких-то других. Ну, для меня это объект исследования, вообще врага надо знать, потому что там происходят какие-то процессы внутри. Это тоже, ну, своеобразный инструмент изучения того, что происходит. Слушайте, мы же ни черта не знаем, то, что происходит в Кремле. Ведь в отличие от советологов старой поры, когда, в общем-то, много можно было, понимаете, Советский Союз, несмотря на то, что он там был тоже закрытой какой-то системой, но, тем не менее, все было известно. Известно было, кто есть кто. Там есть политбюро, есть ЦК КПСС, есть, так сказать, правительство, есть какие-то там, как они, вот, кремленологи смотрели, как они, значит, во время парадов на Мавзолее стоят, кто поближе к центру, кто вторым рядом и так далее. И так определялось каким-то образом влияние. А здесь же ни черта не понятно. И поэтому в значительности, то есть прозрачность сегодняшней мафиозной структуры, она намного меньше, чем той структуры, которая была в Советском Союзе. Там все-таки больше была открытости, больше было логики какой-то, очевидности. А здесь приходится разные методы использовать для того, чтобы понять, что происходит. Один из них – это вот этот вот, тот вторичный продукт, который уплескивается. И самое главное, что по содержанию этого продукта можно судить о том, что находится в головах наших с вами соотечественников, россиян. Потому что вот это вот, то, что мы сейчас видели, вот это вбрасывается в их головы. И это важно, это надо понимать. Когда мы имеем дело с россиянами, когда мы сталкиваемся с какими-то проявлениями, надо понимать, что у них в головах вот это вот, вот этот вторичный продукт, который вы сейчас только что наблюдали. Ну, скажем, вы наблюдали такой маленький кусочек этого дерьма, а вообще там много всего. Так что это не совсем бесполезный анализ. Давайте посмотрим еще один кусочек, такой вот знаменитой нашей Маргариты Симоньян, которая, ох, как вот она, с каким выражением она сейчас заговорит, вы послушайте. Это же просто, ну, песня вообще. Как уверенно себя чувствует человек. В связи с этим только один вопрос, но очень серьезный. Малыш, а как же я? Ведь я живу в собаке. Ну, на самом деле, обидно. Ну, обидно же. Эх, нам обрезали. Она говорит, я 30 лет занимаюсь, так сказать, пропагандистской, Кремль пропагандирует, а меня вот не поливают в одном ряду. Кто-то там полил нескольких, а ее забыли. Но вот, честно сказать, в этом кусочке самое меня поразило, ее такая, знаете, вальяжная уверенность. Вот Путин и тот нервничает иногда, потому что у него подгорает. А у этой что, не подгорает? Вот железная леди, а? Да нет, она, понимаете, поскольку этого персонажа мы имели возможность наблюдать на протяжении ряда лет, ну, все же зависит от того, насколько человек может понимать, анализировать вообще то, что происходит. Маргарита Симоньян, она просто глупая, помимо всего прочего. И поэтому у нее не хватает воображения понять, что происходит. Вот, скажем, тот же самый Норкин, который вы только что показывали, он все понимает, просто ему уж деваться некуда. Норкин точно все понимает. Вот, он все понимает правильно, он, скорее всего, понимает, к чему все идет. Просто он уже соскочить не может. Кто-то пытается соскочить, кто-то уезжает. То есть у них, на самом деле, в этом гадючнике происходят разные процессы. Кто-то стремится уехать, значит, кто-то пытается как можно дороже продать свое, так сказать, свое бегство и там сообщить какие-то важные сведения. Там бегут представители спецслужб. Ну, а среди вот этих вот пропагандистов есть те люди, которые себя убеждают, что все хорошо, потому что, ну, деваться некуда. Если представить себе, что в конечном итоге их ждет судьба Юлиуса Штрехера, ну, с поправкой на гуманизм последних десятилетий, вот, вешать никого, конечно, не будут. Но кто-то это понимает, ну, а кому-то деваться некуда. Кто-то ослеплен злобой. Тот же самый Соловьев, который потерял все свое имущество, нажитое непосильным трудом, там, несколько вилл в Италии, но его просто ослепляет ненависть, и в ненависть он топит все. Он высох уже весь, превратился в одну, так сказать, исторгающая ненависть существо, который искривлялся уже весь. То есть это по-разному у всех все проявляется. Ну, вот Маргарита Симоньян, она просто дура. Ну, это не совсем такой политический термин, но очень важный. Среди них довольно много глупых людей. Слушайте, на протяжении более 30 лет шел негативный отбор, отрицательный отбор элиты. И люди, которые... Это касается и политиков, это касается и высшего политического руководства. Ну, посмотрите на то, кто сейчас возглавляет Россию. Есть единственное исключение, это экономический блок. Вот главные враги, на самом деле, Украины. Вот главные враги Украины. Это никакой не Шойгу, это никакой не, там, значит, Патрушев. Шойгу это вообще большой друг Украины, потому что, значит, если бы на его месте был более способный военачальник, то было бы гораздо больше жертв Украины. Шойгу надо беречь, потому что такого идиота бесполезного надо поискать еще. А вот главные враги Украины, это, вы знаете, их имена. Это Набиулина, это Силуанов. Это те профессионалы, которые своим действительно высоким профессиональным экономическим мастерством держат на плаву российскую экономику. Были бы другие люди. Вот, кстати говоря, в телевизоре их ненавидят, потому что идиоты ненавидят умных людей. И, скажем, если сделать так, как постоянно призывают там обитатели Соловьиного помета, то Набиулину и Силуанова надо повесить, а на их место поставить каких-нибудь идиотов, типа Делягина или Хазина. Ну, не знаю, вы наверняка знакомы с этими персонажами. Это абсолютные идиоты, которые называют экономистами. Ну, вот, собственно говоря, если бы, например, случилось счастье и Путин бы внял требования российского телевизора и снял с работы Набиулина и Силуанова и поставил Хазина с Делягином, то я думаю, что война бы прекратилась, потому что просто экономика российская сдохла бы тут же. Ну, просто сдохла бы тут же. Так что вот реальные враги. Глазива к ним еще туда, Глазива к ним еще надо. Вот тогда точно. Забыл, его просто давно не слышно. Глазива, да, это вот персонаж очень хорошо мне известный, лично имел несчастье быть знакомым. Удивительный дурак. Ну, академик, ну что же сделать? Знаете, я с Делягином встречался за год до войны, когда баллотировался от партии «Справедливая Россия» в гостепутаты Госдумы. Я такой был свободный, вальяжный, у меня, так сказать, денег не надо, я веду свой YouTube-канал, и это моя избирательная кампания. Я знаю, что меня не пустят, что все места расписаны. И я такой свободный человек, который даже им там на их мероприятиях публично говорю, ребят, ну а может что-нибудь позволите себе побольше, так сказать, покритиковать и так далее. Ну, они там голову в плечи, и вот там Делягин со мной как-то общается, и он так на меня смотрит, так испуганно, что я начну его сейчас ругать. А я к нему, так сказать, как бы, ну даже с сожалением отношусь, потому что я вижу, что человеку неловко, человеку совестно, вы понимаете? И я с ним начинаю обсуждать американский фондовый рынок, и вот то. И он так с облегчением вздыхает, а, так ты не будешь со мной ничего меня мочить? Не буду, Делягин, бога ради. То есть он и не дурак, и он вляпался вот в эту хрень. Это не то, чтобы я его жалею, упаси господи, да, просто, ну вот выбрал такую он профессию, нет у него другой, да, у меня был ютуб-канал, он меня кормил в России, вы понимаете? А что касается Симонья Анто, я с ней ровно 20 лет назад работал на канале Россия. У меня была маленькая программа по ночам, но я на общей летучке ходил и видел ее, а ее только что взяли в кремлевский пул, вы знаете? И она была такая боевая образцовая пионерка, она была корреспондентка, но я видел, что она прям вот карьеру делает, прям как ракета взлетает. Тогда ли она понравилась Путину или спустя год-два, ну, в общем, где-то там он ее заметил. Но, вы знаете, она на лету схватывала, ей ничего не надо было объяснять. Вот уж совсем не дура, вы понимаете? То есть она с полу, так сказать, тона начальника уже и домыслит, и докрутит. То есть она как раз пропагандист, и, конечно, она абсолютно цинична. Вот я не верю, что она не понимает, что Путин войну проиграл. Просто, мне кажется, она думает, что этот режим удержится. Вот, мне кажется, она вот на чем держится психологически. Не знаю. Возможно. Я все-таки остаюсь при своем мнении, но это не самое главное, потому что, на самом деле, есть еще и такая штука, как коррупция сознания. Понимаете, все-таки, вот эта британская история Коллингвуд, который рассказывал об этом, это коррупция сознания. Суть ее заключается в том, что человек, когда делает гадости и подлости, понимает, он не способен самому себе в этом признаться. И он так переформатирует картину мира, что она становится такой, ну, как Чикатило. Вот он, например, он же не говорил о том, что я подлец, я негодяй, стыдно мне и так далее. Нет. Он картину мира изменил таким образом, что он санитар леса, что он очищает мир от всякой нечисти. Вот. Они не считают себя подлецами. Ну, я думаю, что вы ошибаетесь и насчет Делягина. Он вряд ли стеснялся. Я тоже с ним был знаком, и как-то, мне кажется, чувство стыда ему было неизвестно. Просто он, скорее всего, не хотел открытого конфликта с вами, а так, чтобы Делягину было стыдно, ну, это как-то, вот, мне кажется, совершенно невозможно. Вот. Поэтому вот коррупция сознания, они меняют картину мира таким образом, чтобы им было комфортно. Они действительно начинают выстраивать, они действительно начинают старательно верить в то, что они говорят. Старательно верить в то, что они говорят. Они находятся, так сказать, под самогипнозом, потому что так комфортно. Потому что если нет, то тогда утром, вставая, так сказать, и подходя к зеркалу, ты должен видеть там полного конченого негодяя, подонка, а с этим жить довольно некомфортно. Поэтому вот коррупция сознания – это вот такое изменение картины мира для того, чтобы человек не осознавал собственной подлости. Ну, вот так это устроено. Я это видел просто на моих глазах, эта трансформация картины мира менялась, когда человеку выгодно было делать какие-то гадости, и он под это менял картину мира. Это вот происходит. Многие из них просто верят в то, что говорят, потому что иначе дискомфортно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова